Второй день армянские блогеры, журналисты и эксперты, а также некоторые российские медиа-менеджеры во главе с директором РТ и спутник Маргарита Симонян ликуют. Новый премьер-министр России по национальности никто иной, а армянин. Правда, официальной информации об этом, конечно же, нет нигде. Откуда у армян информация об одногодной новой премьере России тоже не сообщается. Дело в том, что про окружение Мишустина вообще мало что известно. Вероятно, этот вакуум армянские СМИ решили восполнить вот таким путем банального присвоения российского премьера по этническому признаку. А виной сему участие Мишустина во Всемирном конгрессе по информационным технологиям в Ереване прошлым летом. Известно, что одним из его близких друзей является Ливон Амделян, основатель Международного компьютерного клуба, в котором Мишустин работал после окончания учебы. И это все, что достоверно известно о связях премьера с Арменией. Однако армянские СМИ решили пойти дальше и на основе каких-то аморфных, ничем не обоснованных фактов пытаются выдать желаемые за действительные. Например, один из армянских блогов обратил внимание на то, что в официальной биографии Мишустина о рождении говорится, что он родился 3 марта 1966 года в Москве, а в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, намекая на отсутствие информации о месте среднего образования. Родился и пошел в институт, получается. Ладно, шутки в сторону, тем более, что нам передали, что наша публикация об армянских корнях Мишустина не понравилась его окружению. Пишут в блоге, аргументируя это тем, что якобы армянская фамилия или армянские корни очень часто мешают российским гражданам подниматься вверх по карьерной лестнице. Правда, Симоньян и глава МИД России Сергей Викторович Лавров, который тоже имеет армянские корни, с ним поспорили бы. Надежный источник из его близкого круга подтвердил каналу Баграмян26, что Мишустин действительно наполовину армянин, продолжают в блоге. Его мать армянка, так что домашнюю толму от ресторанной он различит на раз-два, шутит наш собеседник. Во всеобщем порыве эйфории вокруг темы о корнях российского премьер-министра, СМИ Армении один за другим публикуют фейки, не брезгуя ссылаться на несуществующие источники. Накануне Ереванский телеканал рассказал про армянские корни Мишустина, ссылаясь на некоторые российские СМИ. Причем отмечают, что Мишустин армянин по материнской линии, мол, мама Михаила Мишустина из армянского села Меградзор, а его фамилия на самом деле девичья фамилия матери, якобы образованная от армянского слова «мичуст», что значит «тапочек». И в оригинале звучало как «мичустян». Однако такой армянской фамилии не существует. Тем временем, кремлевская пропагандистка, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян своим твитом еще больше разогрела разговоры про корни Мишустина, написав, что судьба страны зависит от того, сколько нас будет. В интернете начали считать подобные заявления двусмысленным, учитывая происхождение самой Марго. На самом деле, слова эти были высказаны в послании Владимира Путина Федеральному собранию в самом начале и затрагивали вопросы демографии. Что хотела сказать Симоньян своим твитом, известно только ей и ее окружению. Мало того, в интервью к «Комтомольской правде» она призналась, что еще три года назад предсказала о Мишустине в должности премьера, еще когда никто об этом не знал. Самое интересное, что изначально СМИ писали о еврейских корнях Мишустина. Однако теперь в сети можно встретить много новостей в духе «Армянское лобби одержало вверх над еврейским». Так что же действительно известно о Михаиле Мишустине? Михаил Мишустин появился на свет 3 марта в 1966 году в подмосковной Лобни. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт. В августе 1998 года замруководителя налоговой службы России. В апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы России. В армии не служил, имея бронь. Известен в политических кругах как жесткий и принципиальный начальник. Женат супруга Владлена Юрьевна Мишустина, по национальности, кстати, татарка. Вместе воспитывают трех детей. Отца звали Владимир Мишустин. Сразу отметим, фамилия Мишустин чисто русская. Образована она от христианского крестильного мужского имени Михаил, что в переводе с еврейта – «благонравный». В основу фамилии легла старинная краткая форма этого имени – Мишуста. Отец нового премьер-министра России Владимир Моисеев родился в 1939 году в городе Полоцке, что в Беларуси. Согласно некоторым источникам, он имеет еврейское происхождение. Мама Луиза Михайловна, уроженка Котласа, Архангельская область, родилась в 1942 году. По некоторым данным, имя матери Михаила Мишустина – Светлана, девичья фамилия – Бармотова, и родом она была – Салтая. В Москву приехала после Великой Отечественной войны. Сестра руководителя капмина Наталья Стенина работала в авиакомпании «Аэрофлот». В любом случае в Армении новому премьеру России уже весьма и весьма обрадовались. Огромное количество армянских сайтов распространяло информацию об его армянских корнях. Но пока достоверно известно, что всем, чем связан Михаил Мишустин с Арменией – это роковое участие на Всемирном Конгрессе по информационным технологиям. И еще информация к размышлению. Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров в своем статусе написал. Если Михаил Мишустин станет премьер-министром, а Сергей Лавров сохранит пост главы МИДа, то в правительстве будет два этнических армянина. И второе – это уже из реальной жизни. Один очень известный этнический азербайджанец-предприниматель в 2015 году имел встречу с Мишустином. Так вот, Михаил Мишустин начал встречу со слов «А почему азербайджанцы не любят армян и воюют с ними?» На что азербайджанец ответил «А я думал, что пришел на встречу с российским министром, а оказывается, я сейчас на встрече с министром Армении». И вот на этой встрече Мишустин сказал, что ему не нравятся люди, которые ненавидят армян. То есть, показал себя полным армянофилом. Вот такие вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok